Уважаемые коллеги, у нас сегодня с вами очередная встреча именно по мерам выхода бизнеса из ситуации, связанной с коронавирусом. Я подчеркиваю еще именно по мерам, потому что считаю, что нам нужно вместе с вами продумать и подумать, как нам сегодня открывать бизнес, что нам разрешать, что нам не разрешать для того, чтобы, с одной стороны, конечно же, и бизнес работал, и не было никакой угрозы для наших граждан. В рамках возобновления работы Президиума Совета все предложения предпринимательских объединений, переданные в правительство, туда попали в том числе и предложения, которые упаковала от заявителей уполномоченных под защиту предпринимателей Олег Владимирович Герасимов. Поэтапное снятие таких ограничений для тех или иных отраслей было согласовано с руководителями предпринимательских объединений и внесены предложения на основании того самого профессионализма и опыта, о котором я говорил. Самое главное, на основании логики этого запуска нашей деятельности во время действия пандемии. Кстати, о логике. Многие из нас на федеральном уровне поучаствовали в разработке тех самых рекомендаций главной институтарного врача по работе многих отраслей экономик. Так, например, Хабаровский край за весь Дальний Восток отработал санитарные нормы и правила для индустрии гостеприимства. И, что самое приятное, госпожой Поповой они были все приняты. Подготовили некий такой меморандум между правительством Роспотребнадзором и руководителями объединений. И теперь мы, собственно, уже можем его подписать. Мы берем на себя ответственность за выполнение рекомендаций главной институтарного врача в обмен на открытие уже наших предприятий. В этом плане нам очень помогло вчерашнее постановление, московское постановление Собянина, человека, который до вчерашнего дня нагонял для наших коллег страх. Я имею в виду те ограничения предпринимателей деятельности, которые брали за основу региональные институционные штабы. Тезисно буквально, наверное, все уже пробежались именно по тем снятиям ограничений, которые касаются так или иначе бизнеса. Это уже с сегодняшнего дня, с 9 числа открываются салоны красоты, ветеринарные клиники, городские кладбища. В театрах начинаются репетиции, образовательные организации возобновляют свою работу и возобновляют также проведение официальных мероприятий, организованные органами исполнительной власти. 16 июля, это уже через неделю, сезонные летние кафе начинают работать, музеи, библиотеки, цирк и все остальное по электронным билетам, по предварительной записью. Тем не менее, стоматология в полном объеме, что интересы спортивные мероприятия тоже планируются открываться, проводиться после заполняемости не более 10% от всей заполняемости этого 10%. И самое главное, с 23 июня, это еще ровно через неделю, и того через две недели с сегодняшнего дня, физкультурно-оздавительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны, столовые и так далее. Организации предпринимателей осуществляют деятельность водного транспорта, что очень важно для нашего региона. Возобновляется работа образовательных организаций дошкольного образования в полном объеме, все соцуслуги. Потом, видимо, судя по постановлению, они уже устали все это перечислять и добавили, самое главное для нас пункт, который мы согласовывали с главным федеральным санитарным врачом, что если что-то не определено настоящим постановлением, то возобновление деятельности проходит с соблюдением условий работы, например, Департаментом торговли и Роспотребнадзором. То же самое, Сергей Иванович, уже месяц назад ваш экономический блок отработал с предпринимательским сообществом, и мы лишь ждали этого спада заболеваемости, и, собственно, кто первый начнет выход из этих ограничений. Я сегодня передал Татьяне Анатольевне Зайцевой вот это московское постановление, чтобы она понимала, что ее коллега на федеральном уровне это согласовала, и сейчас нам необходимо уже, наверное, подписать Зайцевой соглашение о соблюдении с нашей стороны, как я говорил, рекомендации главного со стороны врача, и нам необходимо уже ваше, Сергей Иванович, постановление, постепенно запускающее предприятие в крае, а не продлевающее их с 11 числа. Вот если тезисно от меня все, и если вы не против, я бы предоставил слово нашим коллегам. Сегодня я дал поручение юридической службе проработать дополнительные методы снижения ограничений на ведение бизнеса. Что я предполагаю в ближайшее время? В ближайшее время режим определенной не самоизоляции, а изоляции лиц старше 65 лет и хронических больных сохранять, но с правом или с разрешением прогулок и так далее, и так далее, и так далее. Для одиночного, негруппового занятия спортом открыть набережную, скверы, парки для прогулок, для пробежек. Значит, рассмотреть вопрос, открыть окончательно детские сады, все. Соответственно, магазины с отдельным входом, ну, как уже звучало постановление. И дальше двигаться в направлении общепита, дальше двигаться в направлении туризма. И в оконцовке уже конечным этапом это проведение массовых мероприятий.